Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Используйте и эту информацию тоже. Чем больше у вас будет технических, новостных, фундаментальных, входных, тем больше шансов, друзья, у инвестидеи, опять же, принести тот профит, на который вы рассчитываете и который вы ожидаете. Ну что, сегодня для четверга традиционный отчет первичной заявки на пособие по безработице. Не знаю, правда, стоит ли придавать какое-то значение этому релизу, тем более, что эта неделя у нас неделя Non-Farm Perls. И после вчерашних ADP есть очень неплохие шансы увидеть цифры, которые, скорее всего, не разочаруют. Напомню, что вчерашняя оценка ADP, частное видение, скажем так, общего положения дел на американском рынке труда, статистика показала рост числа новых рабочих мест на 534 тысячи с прошлого значения, значение, получается, позапрошлого месяца, на уровне 570 тысяч. Ну, сравнивая, конечно же, с этими цифрами, сам собой напрашивается вывод, что статистика хуже. Но если, опять же, абстрагироваться от тех цифр, которые мы получили ранее, все-таки сопоставлять этот релиз с ожиданиями рынка, то фактическая цифра превзошла ожидания экспертов. И в целом, друзья, справедливости ради стоит отметить, показатель достойный. Помимо ADP, вчера вышел блок статистики по активности производственного сектора. Самый объективный релиз, конечно же, по штатам АСМ, производственного сектора, рост до 61,1 со 68. Если у Федрезерва была задача сейчас оправдать свое решение по более быстрым темпам сокращения экономических стимулов сильной статистикой, то текущие отчеты явно помогают это сделать. Несмотря на то, что очень многое в новостном фоне изменилось в последнее время, я вижу, опять же, по комментариям, по запросам от СМИ, опять же, по общению со своими коллегами, что нет четкого представления о том, что может быть с американской валютой дальше. Но здесь хочется сделать ремарку, друзья, в сторону того, что нам помог ФРС определиться с тем, что стоит ожидать от доллара. И ранее я уже детально остановился на том, что ПАУ, по сути, который сохранит за собой пост председателя ФРС после февраля еще на 4 года, фактически подготовил нас заранее, то есть за две недели до заседания Федрезерва, что на следующем заседании, которое состоится 15 декабря, последуют конкретные решения, которые будут предполагать ужесточение американской национальной денежно-кредитной политики. Если вы забыли, друзья, напоминаю, что выступая перед Банковским комитетом во вторник, ПАУ признал, что ошибался относительно видения о временности инфляции, которая сейчас продолжает каждый месяц обновлять исторические, ну, можно сказать, исторические максимумы, если анализировать статистику за последние лет 30-40. И эта ошибка не то, чтобы дорого обошлась американской экономике, это ошибка, которая требует признания сейчас, чтобы тут же изменить подход регулятора и на фоне ожидания того, что рост индекса потребительских цен уже будет более продолжительным и устойчивым, перестать поддерживать идею мягкого экономического режима и как раз продолжить действовать и двигаться по пути постепенного ужесточения монетарной политики. То есть на фоне возросших инфляционных рисков ФРС сообщила о том, что готов рассмотреть возможность корректировки экономических стимулов на последующих заседаниях. И самое первое из этих заседаний состоится уже через две недели. И сейчас консенсус, прогноз предполагает, что регулятор дополнительно сократит программу количественного смягчения еще на 30 миллиардов долларов. Если такой параметр ляжет в основу дальнейших корректив этой программы, то можно сделать логичный, абсолютно оправданный вывод, что программа количественного смягчения в США такими темпами будет полностью завершена к марту 2022 года. Ну и разумеется, друзья, тут же последует повышение процентной ставки. Поэтому, если вас интересует, что будет с долларом дальше, я думаю, что сейчас нужно положиться на комментарии Паула, который анонсировал неизбежное ужесточение американской монетарной политики, что должно оказывать поддержку курсу американского доллара. На фоне тех позитивных отчетов, которые мы получаем. Если еще и нонфармы не подведут, то тогда ФРС даст вот это решение по корректировке QE программы уже через две недели. Где будет доллар, при таком у нас складе индекс получит возможность, индекс американской валюты восстановиться до 97,5 и выше. Но я предлагаю ожидание роста доллара использовать в динамике рисковых инструментов, которые сейчас еще находятся под прессом, из-за ухудшения ситуации с ковидом. То есть, здесь фон более благоприятствует тому, чтобы торговать. Потому что в отношении доллара, друзья, могут быть еще скептики, которые будут на графиках рассказывать о том, что здесь доллар не пользуется поддержкой как защитный актив, потому что инвесторы нашли более интересные защитные инструменты, делая акцент на франк, и на американские облигации. А вот в отношении риска точно можно сказать, что какое-никакое, но укрепление доллара ударит по позициям евро, пункта австралийца, норазеландца. Ну, еще и есть актуальный риск закрытия границ локдаунов. Если окажется, что новый штамм коронавируса Omicron устойчив к вакцинам, более стремительно распространяется, представляет больше угрозу, чем те вариации коронавируса, которые мы видели ранее. В сухом остатке, друзья, я предлагаю вам снова смотреть на позиции евро, ставить на снижение. Сейчас котировки евро против доллара на уровне 1.13.19. И эта неделя, я думаю, друзья, будет негативной для этой валютной пары, позитивной для продавцов, для медведей по евро, поскольку мое субъективное мнение, что эту неделю мы закроем в районе отметки 1.12 или даже ниже. Что касается золота, это еще одна идея, в частности, ожидание снижения 1776 долларов за тройскую унцию в моменте. И я позволю себе, друзья, снова обратить ваше внимание на индекс рыночных настроений, который за время, которое прошло с момента моего прошлого брифинга, индекс рыночных настроений Каймэнк показывает, что толпа продолжает усиливать свое мнение, что золото обязательно будет расти. Больше позиций в лонг, меньше в шорт и, как вы помните, очень хорошие условия для движения по пути наименьшего сопротивления, в данном случае вниз. И при таком накоплении я совершенно не удивлюсь, если даже через час, через два, золото окажется в районе 1750 долларов за тройскую унцию. И рынок нефти, за которым мы также следим, но я не рекомендовал открывать новые позиции. Сейчас, если кому интересно, можете тоже примкнуть к лагерю тех трейдеров, которые сейчас за шорт. Я думаю, что Brent может легко просесть и в район 65 долларов за баррель, поэтому с сегодняшнего дня также буду рисковать, шортить, поскольку сейчас вижу, что рынок нефти находится под тройным ударом. Это новый штамм омикрона, который чреват закрытием границ. Это комментарии президента компании Модерн о том, что известные на данный момент вакцины могут быть неэффективны против омикрона. И это потенциально сильный доллар, который также негативно влияет на динамику сырьевых инструментов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.